Художественный музей имени Крашицкого Художник уже проводил персональные выставки в Севастополе, Симферополе, Киеве, участвовал почти в 30 международных экспозициях по всему миру. Его работы находятся в государственных коллекциях Украины, Японии, Голландии, Франции, Италии. Украшают они и частные коллекции. Именно полотна из частных коллекций и составили выставку в нашем городе. Всего 27 живописных работ. Основное место в творчестве Владимира Куца занимают пейзажи, реже портретные работы. Полуостров с точки зрения художника увидели зрители на выставке. В Крыму автор родился и вырос. Великолепный ландшафт полуострова помогал ему создавать первые работы и продолжать вдохновлять до сих пор. Крымские пейзажи станут основой исследующего проекта мастера. Какие работы составили эту выставку? Как Вы подбирали эти работы? Ну, я, к сожалению, подбирал из того, что есть, в принципе. Начиная с середины, скажем, или даже так, со второй половины 80-х годов и, в принципе, по сегодняшний день. Из частных коллекций, из того, что было у меня, в общем-то, неким образом собрали такую выставку. В основном все работы связаны с Крымом. Ну, я, в общем-то, люблю Крым, здесь родился. Тема крымская, она на протяжении, скажем так, всей моей жизни проходит. Особенно морская тема. В последнее время немножко увлекся горным пейзажем, каким-то образным пейзажем, скажем так, эклектическим, может быть, где-то. Собирательный образ Крыма, в котором хочу показать, чтобы, ну, с моего представления, конечно, донести до людей, как я это вижу. В ближайшее время у меня есть один проект, который желательно было бы осуществить. Называется он «Кемерийские берега». «Кемерийские берега», ну, в общем-то, связан с Крымской землей. Там будет, ну, скажем, минимум 12 полотен большого формата, в которых, скажем так, будет создан образ Крыма. Какое-то эклектическое собрание, вот такое, из разных уголков Крыма в одно целое. Потому что Крымская земля достаточно такая своеобразная и, скажем так, интересная в том плане, что здесь перекликается много и цивилизаций, и религий соприкасаются несколько. И памятники архитектуры достаточно интересные. И сам ландшафт подчеркивает структуру всего этого. Мне бы хотелось собрать это в какой-то образ, который бы, например, полную характеристику давал. Ну, это сложно, конечно, но в моем понимании. Работы Владимира Куца отличаются широким динамичным мазком, выразительной фактурой, красновато-ахристой, коричневатой гаммой красок. Специалисты высоко оценивают мастерство автора, особенно его технику. И это не случайно. Почти 20 лет художник посвятил учебе. В Керчи, в Киеве окончил аспирантуру при Киевской национальной академии искусств и архитектуры. Он и сейчас продолжает идти вперед, а самым мудрым учителем в своей жизни считает природу. Результаты говорят сами за себя. Одна из его работ была подарена Папе Римскому Павлу II и сейчас украшает коллекцию в музее Ватикана наряду с работами Тициана и Микеланджело. Это единственная работа современного художника, которая находится в этом музее. Наиболее яркие, но самое последнее событие – это Ватикан. Ватикан, потому что это большая честь, скажем так, висеть в авторской работе, наряду с работами Тициана, Микеланджело и многими другими известными именами. Для меня это большая часть тематики картины, каким-то образом перекликается с местом, куда она попала, скажем, с Ватиканом. Картина называется «Вознесение». Сюжет достаточно несложный. Там церковь, храм, вернее, стоит на, образно выражаясь, на скале, которая похожа на голову грифона, летящего через океан. Вот. И точка зрения находится, как это выражается, с высоты птичьего полета. Ну, это, скорее всего, относится к, скажем так, к духовному подъему моей собственной души. Трудно не полюбить Крым. Особенно это трудно для художника. Каждый видит Крым по-своему. Нам посчастливилось жить в краю с богатой природой. Часто мы сами об этом забываем, но радует то, что здесь есть люди, которые могут по достоинству оценить красоту полуострова и показать ее нам. Крым по-своему.